здравствуйте друзья письмецо здравствуйте михаил смотрю с интересом ваш канал и вот отправляю сам такой вопрос насколько я знаю в сша не существует такого явления как трудовая книжка и у вас там менять работу гораздо проще в том смысле что нет каких-то там записей и тому подобное однако у нас на украине трудовая книжка все еще реальность для большинства то есть для кого-то все-таки нет если раньше люди работали очень долго в одной и той же организации то сейчас мир меняется и менять работу раз в несколько лет а может и чаще становится чуть ли не нормой у нас тут в среднем два года вот если не контракта постоянка считается что в среднем два года на одном месте другими словами трудовой книжки может не хватить чтобы вместить все перемены трудовой деятельности это серьезная технологическая проблема да с другой стороны не оставаться же на том же самом месте только потому что трудовая книжка скоро закончится это вопрос я поднес к разряду философских действительно можно конечно как-то расширять ее но как посмотрят работодатели на это вопрос можно татуировку вот прямо так не мелким шрифтом всегда можно так раз так рубаху искать вот читай гад но как посмотрят работодатели на это вопрос не является ли наличие многих записей в трудовой книжке о перемене работы плохим индикатором для работодателей в отношении кандидата а у нас нет трудовой книжки и вы чай меня то чувствует вопрос только про хорошие записи в общем интересно что вы думаете по этому вопросу чего только не думаю но все что думаю я расскажу сейчас вот поедем спокойненько все давайте от трудовой книжки сначала значит в наше время я не знаю как там может в двадцатые годы в тридцатые сороковые но вот эти трудовые книжки советские которые я помню были инструментом в значительной степени для начисления пенсии последующей то есть трудовая книжка являлась документом подтверждавшим факт работы в том или ином учреждении там с такого-то числа по такое-то число там такого-то года месяца в такой-то должность в трудовую книжку записывали всякие благодарности и выговоры тоже записывали то есть я хочу сказать что там трудовая книжка может кончиться быстрее например если вам все время какие-то там значит заслуги туда прописывают или на бред какие-то обратное что-то там про нарушения это первое значит что я хочу сказать то есть у трудовой книжки есть определенные функции в соединенных штатах если мы посмотрим каким образом людям начисляется зарплата если пенсия она начисляется на основании того что есть номер социального страхования и работодатель по этому номеру социального страхования рапортует зарплату человек вот все что свыше 500 долларов туда положено значит за год туда положено отправлять если вы однажды пришли и там мне колеса поменяли я вам дал я не знаю грубо 200 доллар то то я не должен на вас ничего сообщать но если это было там три раза в год уже тогда должен потому что больше 500 даже 600 значит все кому положено туда сообщают человек в конце года платит налоги соответственно оплата налогов тоже значит идет там по его social security number вот этого номер социального страхования и вот на него все завязано ваши банковские счета ваши покупки там недвижимости ваши какие-нибудь там криминальные там не дай бог там или еще что-то очень все вот на этом номере висит сегодняшний мир он такой компьютеризованный поэтому наличие трудовой книжки вот как вот такой реально книжки куда записывается что-то раньше она кончится или позже она кончится это представляется чем-то очень странным с точки зрения начисления пенсии это не имеет никакого смысла поэтому трудовых книжек нет в каком плане это могло бы иметь смысл я я даже не знаю честно сказать вот допустим зачем там украинскому или российскому провододателю вот такой как бы дневник такой вот но другое дело что это элемент слежения за человеком да потому что то что у нас тут хранится под нашим social security number это все очень сильно защищено от постороннего доступа никто никто туда не может залезть только если вы будете устраиваться на работу куда-нибудь государственную организацию тогда да да у них есть там возможно даже когда вы устраиваетесь на работу то там но есть но такая процедура проверки обычную работу я не государственными обычную работу эту процедуру проверки сейчас обычно делает не сама компания которая вас нанимает а делает поднанятые агентства они берут небольшое относительно денежку там типа 250 300 там баксов и за эти денежки они пробивают по разным базам данных нет ничего на вас значит первое там проверяется ваш криминал криминал рекорд то есть не было ли за вами каких-то преступлений которые не закрыты потому что если было как что-то но она потом с вас не то судимость снята да то нет и этом не будет ли они покажут вот значит всякий дочь криминальный рекорд и финансовые ваши дела то есть не было ли у вас банкротства не было ли проблем с кредитными картами там и так далее вот вот это собственно и все что еще проверяют проверяют места где вы работали проверка идет на уровне того что вы должны туда дать ну координаты они они позвонят и спросят вот спросят у того кого вы дадите в принципе они могут позвонить в отдел кадров тоже не обязательно вашему там референсу но референс это человек который может вас охарактеризовать очень часто речь идет не о том как он вас там характеризует а речь идет просто о факте о самом факте вашего найма тогда это называется по-другому это называется employment verification они не спрашивают хороший ли человек или хорошо ли он работал они спрашивают правда ли что такой-то такой-то работал с такого-то числа такого-то года там месяца до такого-то числа года месяца в должности вот такой-то и дальше год вежливо не можете ли вы подтвердить его зарплату значит мы говорим это конфиденциально они конечно конечно все понимаем не спасибо большое за ваше время все вот это называется employment verification они могут позвонить в отдел кадров просто вот так ведь видят название компании погуглили значит телефон и прям туда звонят могут звонить людям которых вы дали пожалуйста это это их и их дело но в общем-то могут могут позвонить поэтому если вы посмотрите на резюме то люди поопытнее они когда пишут свои проекты контракты на которых они работали они пишут до microsoft там в скобочках через такое-то там вольт-волт технику потом apple там скобочках там через вот там такого такого то чтобы все понимали что надо значит референсы собирать с реального нанимателя они с того места где ты был на проекте но обычно собирание референсов скажем так традиционно сейчас перемены некоторые виду значит традиционно происходило таким образом когда тебя уже взяли на работу то человек заполняет так называемые employment application и там довольно подробно там на себе в частности там есть места где ты работал и ты пишешь значит где она находится там может быть даже с адресом я сейчас уже не помню разные формы бывает и значит кому обратиться там за за референсами и так далее и вот они по этой форме потом проверку референсов производит не по резюме нет в резюме нет референсов там только название конторы а вот уже когда им пломинт аппликейшн заполняешь вот там уже вот эта вся информация исторически еще что бывает вот допустим они звонят там куда-то а там трубку не берут или компании уже нет но и знать в стартапе работал там полгода через три месяца он закрылся а у тебя написано а им положено произвести то что называется employment verification они могут сказать могут сказать могут не сказать но могут сказать дайте мне какой-то документ например пейстаб пейстаб это корешок к чеку вот когда человеку дают чек то к нему есть корешок этот корешок остается у сотрудника но знаете как часто бывает некоторые например очень многие даже получают деньги автоматом значит переводом идет со счета компании там или кто там делает их payroll идет на насчет в банке но тогда человеку все равно где-то там дают копию вот этого пейстаба либо в электронной форме она где-нибудь доступно так далее это зависит от того как у человека отношения с банком установлены у кого есть у кого нет у кого то есть но он даже не знает где взять так в принципе мог бы но не знаю и так далее кроме того каждая компания в конце года точнее по окончании года дает своему работнику временному или постоянному дает ему форму такую налоговую либо эта форма w2 если это сотрудник постоянный значит либо форму 1099 если это консультант или там self-employed такой на поднаеме разница в том как налоги уплачиваются то есть по w2 компания платит сотруднику деньги и тут же идут идет оплата налогов за него государству а по 1099 ему отдают все деньги он сам разбирается вот принципиальная разница только в этом но существенным является то что как бы человек не работал ты на анти-найн или w2 с точки зрения найма это не имеет значения он работал там или не работал там принципиальным является то что либо w2 либо 1099 ему дают от компании в руки поэтому рекрутер который не может там добраться до компании в силу того что я например нету рекрутер говорит ну дай мне тогда или не рекрутер или вот эта компания которая проверяет employment verification делает они могут сказать дайте мне w2 но тот начинается у меня может быть w2 а может не быть то есть она в принципе должна была бы быть но это не хочу ее хранить обязан где-то хотя многие люди хранят и хранят даже за много лет бывает так тоже кроме того когда вы делаете ваши налоги то вы эту w2 должны туда значит там копия прилагает но вы не обязательно сейчас делаете ваши налоги например с такс-перперером который вам потом дает там это копию надо подписать и так далее сейчас многие налоги файлы электронно и у них опять может быть может не быть может там еще что-то и так далее поэтому если у вас есть w2 до храните потому что всегда может пригодиться никогда не знаешь какая контора значит там вышла из бизнес какая не вышла а вот у тебя есть и все и уже хорошо если у вас есть так ретерн какой-то да там сделанный вам специалистов не выкидывать тоже вы можете сосканировать файли держать пожалуйста но но не выкидывать поэтому мы возвращаемся к оригинальному вопросу значит трудовая книжка отсутствует трава и книжки гипотетически я них одними не призываю вас к тому что это надо делать а гипотетически если у вас есть резюме и в этом резюме у вас стоит там пять мест работы автомастерская там иванов и сечкин потом у вас стоит магазин который уже давно закрылся который там допустим что-то видео продавал или там в рент давал дальше у вас стоит чтобы там еще 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 и вот вы ищите работу и ничего из того что у вас там было его вообще уже нету ну нету но люди есть а может быть они есть не обязательно что все исчезли и если допустим человек который хотел как-то схитрить договорился с теми кто у него там вот прописан то в общем-то найти это никто не сможет в том смысле что доступа к рекордам social security там вот этого у них нет ни у кого значит либо вы им даете там какие-то ваши w2 если они прицепились и говорят чем докажешь но обычно ну скажем еще раз традиционно 99.99 процента удовлетворяется тем что звонят по телефону который вы дали или находит эту контору где-нибудь там на интернете страничку звонят потому номеру и спрашивают там вася работал работал должность даты спасибо большое вот на этом уровне происходит вы можете не показывать какие-то работы которые например вам не хочется показывать из того что реально было и никто никогда этого не найдет абсолютно никаких возможностей ни у кого нет этого найти то есть вот такая такой уровень защиты информации конечно если бы была трудовая книжка то надо было бы я не хочу с ней ну как-то новую что ли заводители две-три иметь я не знаю как там люди мудрят там есть такие что и паспортов по нескольку имеют но это отдельная история так вот почему я говорю что это уж совсем такой беспредел но вот в америке у человека так так жизнь строится поэтому не никто реально не может докопаться значит сейчас я все говорю что раньше раньше значит сейчас происходит некоторый такой сдвиг сдвиг состоит в том что вот войти конкретно войти где какие-то сотни тысяч людей возникли возможно они там вот сидят там в индии дам нельзя может быть они у кто-то из них тут но у них нет разрешения на работу прямого нет может у них есть рабочая виза и они ходят без проекта сидят там я не знаю но этих людей многие многие ну и сотни может быть я преувеличен но многие десятки тысяч их очень много я недавно кстати видео делал где показывал вот как надо себя как рекорд рассмотрю этом на одного легитимного значит там два нелегитимных но на самом деле если посмотреть тех которые с понтом легитимные там из них может быть две трети тоже нелегитимные которые косят под легитимных просто чтобы чтобы хоть кто-то позвонил поэтому менеджеры сегодня айтишные мы сейчас про айтишные дела значит менеджеры устали от разговоров с людьми которые морочат голову и они рекрутером говорят послушай значит ты должен проверить что человек легитимный поэтому нелегитимных не присылай значит что делают сейчас рекрутеры они уже довольно давно но может быть год не меньше они говорят а у тебя есть social security даме последние четыре цифры не то чтобы это на что-то влияет вопрос некоторые начинают юлить можете дать любые четыре цифры от балды они никому не нужны по ним ничего понять нельзя значит в принципе сегодня когда ты идешь искать работу очень мудро было бы взять копию сделать social security номер замазать цифры можно все замазать но просто чтобы было видно что там ваше имя стоит сделать еще раз значит отсканировать чтобы у вас был вот файл такой social security почищены без номеров то же самое с green card сделать почищены без номеров и когда рекрутер вам говорит а у тебя есть вы говорите давай мыл я тебе высылаю вы тем самым обходите легко обходите на повороте тьму тьмущую людей которые даже легитимны казалось бы но начинают разговор типа там а как же прайвиси да что же это такое таких тоже много вы их сразу всех обошли и без очереди прошли на интервью по секунду вас послали в компанию теперь что касается значит вот темы трудовой книжки то есть подтверждение опыта сейчас еще одна страшилка появилась вот рекрута рекрутер тебе звонит первый раз там первый самый разговор и рекрутер говорит ты готов предоставить он не говорит ты готов выслать через пять минут нет он готов предоставить w2 или поистабы и дальше значит вот человек либо он говорит конечно либо он начинает хитрить мудрить и тогда понятно что это не серьезный человек мы про него забыли поэтому да самое интересное если вы видите конечно это не значит что они вам говорят дайте их сейчас и это даже не значит что когда дойдет до найма они вам скажут дайте дайте вот эти ваши поистабы нет это абсолютно не нужно рекрутер который с вами разговаривать не будет проверять не будет не будет делать ваш employment verification для этого нанимается другое агентство и другое агентство которое это делает оно не требует вашей w2 ну то есть она может попросить ровно в той мере в какой они не могут дозвониться до номера который вы дали вот вот собственно и все вот сейчас новая страшилка на маркете а ты готов дать там w2 если доделал идет вы ведь а как же а как же вот так и к вопросу о трудовой книжке да интересно правда вот как бы анекдоте что вот когда узнал что джентльмены верят на слово что карты показывать не надо вот тут карты и поперла да вот такая вот интересная история все ребята счастливо